Всем привет! С вами пацанчик number 2, Drone Drone, с Наруси, Бляс. И сегодня у нас будет видео обзор комбинированного типа. Сразу два продукта сегодня обозреваем. Первый продукт, который у нас сегодня будет, это фигурка корпорации Good Smile Company, Симон из аниме сериала Гурен Лаган. И второй продукт, который мы обозреваем, это уже буквально продукт со сметаной. Начнем, пожалуй, с фигурки. За долгое время первая моя аниме-покупка была совершена сегодня, потому что, честно говоря, я был удивлен наличием данной продукции в магазинах Российской Федерации, учитывая, блядь, ситуации, современная хуитика, геополитика, блядь. Короче, такая хуйня, но такая хуйня была найдена в магазине, и практически по, ну, то есть, по заявленной цене. То есть, когда я помню, был анонс этой фигурки, цена составляла 200 небольшим тысяч иен, и сегодня я приобрел эту хуйню в магазине комиксов «Маяк», город Санкт-Петербург, торговый центр «Бутылка ебаная». И, знаете ли, цена составляла всего 4900 рублей. То есть, я точно не рассчитывал, но если наценкой была, то просто минимальнейшая. Собственно, эта новая серия, не так давно запущена компанией «Good Smile Company», которая больше всех, наверное, известна тем, что производят фигурки на андроиды, ебать, такие маленькие экшн-фигурки, по аниме-сериалам, да, и не только, но это, типа, небольшая серия такая, дешёвая, более-менее, короче, такие бичовские фигурки по меркам этих узкоглазок. По нашим меркам уже 22-й год, это ебать 500 просто, ну, типа, 5000 за эту хуйню. То есть, пару лет назад, да, 5000 можно фигму было взять новую, но, блядь, сейчас только вот эту хуйню. Но, тем не менее, персонаж примечательен тем, что это герой, великий, блядь, победитель, нахуй, освободитель, нахуй. И сегодня проведём анпекинг этой хуйты. Как-то, печать отсутствует, так что наверняка фигурку уже вскрывали в аниме-магазине. Давайте достанем. Запах страны обычно сильно отличается от запаха из фигурки, блядь, с любой другой. То есть, обычно какая-то ебать преснота присутствует, хуета присутствует, но здесь её нет, потому что климат был не влажный. И здесь красуется у нас небольшая, небольшая хуетень, короче, что это продукт не японского производства, вернее, не для японского рынка. Производство, оно тоже не японское, конечно, производство, блядь, китайское, нахуй. И, может быть, они скажут, откуда эта хуйня импортирована была. Да, это, короче говоря, блядь. Сейчас посмотрим, может, они написали, блядь. Не засали, нахуй, блядь. Нет, не написали. Вполне возможно, что это прямой импорт прямо в Российскую Федерацию, потому что недавно контора, собственно, официально стала выставлять фигурки в несколько интернет-магазинов, чего раньше не было, блядь. Сейчас мир движется вперед, Россия развивается, продвигается, и уже, ебать, аниме у нас есть на полке. Легально, без наебов, без подъебов. Давайте приступим к самой фигурке. Распакуем, перестанем. Ароматис тот же, что и в коробке. Не сказать, что робкий, блядь, но коробки, блядь. В отдельном пакете пьедестал, ебать, у меня уже, ну, встал. Ой, сейчас встанем, блядь, нахуй. Этот пацан тоже в пакете. Давайте рассмотрим детализацию. А-а-а. И, на самом деле, качество приятно радует, потому что, когда я покупал его, мне показалось в коробке, что тут достаточно большие погрешности в краске, но, по факту, покрашен он достаточно аккуратненько. То есть, ну, немного, вот, бурила ебаная тут заходит. Вот, может, видно, чуть-чуть сюда краска сбурила. Но, в целом, это прям микропиздюлины, микроскопические ебаные хуйни. Лицо прокрашено просто идеально, я скажу. И, в целом, все декорации им достаточно аккуратны, учитывая, что по меркам японского рынка это просто пиздец, какая дешевая хуйня. Этому, блядь, жопу только, нахуй, чесать. Вот. А у нас будет на полке стоять, блядь, в Самаре, нахуй, в России. Вот так, блядь, так мир устроен у нас, нахуй. Так, ну, единственное, что вызывает, конечно, вопросы, но не вопросы, фигурка-то дешевая, по факту, это шов вот тут на руке, он прям довольно сильно заметен. То, что это не живой мальчик, это прихуяринная сюда рука из пластика, из пластмасса, нахуй. Вот. Давайте зафиксируем момент. Фиксация случилась. Так, пацан держится. В целом, я думаю, не ёбнется, никуда не упадет. Какие-то надписи на сделал, блядь, какой-то пацан. Made in China, блядь, нахуй. Хуина ебаная. Так, что можем сказать, собственно, по данному продукту? Такую объективно-субъективную картину я готов дать сегодня. То есть, цена очевидна, что для 5000 рублей условия, нахуй, российских реалий, российских бабок, это всё-таки, ну, дороговатое, дороговатое удовольствие, вот такая хуета, потому что, ну, типа, если, как раньше был курс, типа, примерно 1 к 1, типа, за 2000 рублей, это прям заебись. Ну, за 5к практически, ну, ладно. Всё-таки качество достаточно неплохое для бюджета, поэтому 4 с минусом за цену пойдёт. Собственно, за ебать саму фигурку, за декорацию ебать, я поставлю всё-таки, пожалуй, 4 с плюсом, потому что, ну, типа, насколько можно за своём формате, в своём сегменте ебать. Это просто качественно. Вот если бы, блядь, не было ещё этого шва, я бы просто, может быть, пятёрочку ебал даже, но тут всё-таки бросается в губ за мои ебать. Ну, и, собственно, в целом, оценочка. Можно так суммировать четвёрочку, блядь, этой хуйни. Не пожалел, что, блядь, потратил свои деньги на данный продукт. И мы переходим к обзору второго продукта уже, блядь. В этот раз у нас продукт со сметаной. 365 дней. Куплен был в магазине ленток, город Санкт-Петербург. Цена составила 29 рублей 79 копеек, то есть практически 30 рублей за 200 грамм продукта. Что за продукт, может, в составе написали, блядь? Жир ебаный. Концентрат, блядь, бензонат, нахуй. Стабилизат ебаный. Дистиллят, нахуй. Микроорганизм ебать. Что-то странное. Короче, то, может, поймёт специалист. Я не специалист по продуктам такого рода, поэтому ебать, уроды, просто скажу, что я думаю сегодня. Давайте вскроем, пожалуй, продукт. Кстати, отметим, что срок годности у него ебаных просто 2 месяца. С 22.05 по 21.07. То есть продукт длительного хранения. Открываем паковочку. Какая-то жидкость у нас здесь присутствует. Ну, потому что там, я так понимаю, помимо продукта ещё и сметана содержится. Давайте я подготовил продукцию. Это уже был обзор на стриме на это. Не будем повторяться. Поэтому только на 2 продукта. Обзор на продукт, пире и на джайзер. Переходите на канал Литезда. Не бивайте на хулгу гугли в Яндексе. И там будет вся информация. Там уже дана информация. А сегодня у нас продукт ебаный. Со сметаной. Это выглядит на вкус как ебаная достаточно безвкусная сметана. То есть буквально как будто из сметаны просто не вложили молоко. Блядь, и вот получился ебаный продукт со сметаной. За дизайн я этой хуйни ебаной ставлю просто нахуй. Ну, что можно поставить? Тройку. Ну, типа не самое плохое, что есть. Ну, типа просто какая-то типовая хуйня. Пиздец. Ебаная нахуй. Но прикольный рисунок бочка. И нахуй не много. И вот тут хуёчки. Короче, с дизайном. Типа можно хуже делать, если постараться. Не самое дно, блядь. А на вкус какое-то говно. Блядь, ебаная. За 30 рублей. Лучше, блядь, Сникерс купить, чем эту толупу нахуй. Или бутылку Шкотский Форест Воды. Это будет идеальный вариант просто. Плюс я не ебу, что за продуктом. За сметаной еще. То есть нельзя оценить. Там написано, блядь, для химика, для химикатов, блядь. Для физиков ебаных. То есть не понять простому человеку, как бы, ну, стоит на полке со всеми продуктами, блядь. Ну, такое. Короче, это стрёмная хуйня. Дизайн тройка. По вкусу нахуй я. Кол ебать просто можно этой хуйте, потому что это какой-то пиздец. Просто хуже, хуже йогурта, хуже сметаны, блядь, продукт какой-то ебаный. Ну, по цене. Цена 4 за 30 рублей. Типа, нормально можно, блядь, нахуй я. Ну, если продукт нормальный, а это хуёвый продукт. Итак, таковы итоги. Фигурка Симона от корпорации Good Smile Company получает оценку 4 из 5. Продукт получает средний балл, нахуй. Не буду считать, просто въебу двойку, блядь, из пяти. Короче, всем доброй ночи. Подписывайтесь на канал Дрон Мача и ебать. Хуяки сгорит, че, короче.